В селе Акистау будут сданы в эксплуатацию 60-ти квартирных, 3 жилых дома. В ряде отраслей наблюдается прирост показателей. Об этом сообщил сегодня на онлайн-брифинге Аким из Сатайского района Марат Мурзиев, представив отчет о проделанной работе за прошлый год. Онлайн-собрание с участием Акима Атраусского области Мохамбета Дусмухамбетова также транслировалось в прямом эфире нашего телеканала. Подробнее в следующем сюжете. Отчетное собрание Акима из Сатайского района в связи с ограничениями из-за пандемии состоялось в онлайн-формате. В прошлом году на приеме у Акима побывали 28 человек. Поступило 878 заявлений и жалоб. Телеграм-чате Акимата района, где зарегистрировано 3604 человека, было задано в среднем по 35-40 вопросов в день. В настоящее время в районе успешно реализуются все государственные программы. За отчетный период объем произведенной продукции в сфере промышленности составил 120,9 миллиарда тенге. Индекс физического объема – 91,9%. Добыто – 981,8 тысяч тонн нефти и 29,6 миллиона кубометров попутного газа. В рамках новых инвестиционных проектов в селе Ак-Кастау товариществом с ограниченной ответственностью Акт-Кампани реализуется проект стоимостью 4,2 миллиарда тенге по строительству завода, по переработке статы сочетон нефти и нефтяных отходов в год и проект по строительству железнодорожного тупика. При запуске этих проектов планируется трудоустроить 70 человек на местах. В прошлом году были открыты 20 новых объектов предпринимательства. 40 человек трудоустроены на постоянную работу. Всего в рамках принятых государственных программ по развитию предпринимательства бизнесменам района выделены кредиты на сумму 7,3 миллиарда тенге для 51 проекта. Объем введенного эксплуатации у жилья за отчетный период составляет 18,2 тысячи квадратных метров. В трех селах осуществляется капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог протяженностью 26,3 километра. В селах Зинеден-Тушик-Кудук-Туман завершены строительные работы по проведению электросетей, а в селах Хамита-Ергалиева и Сатай работы планируется завершить в текущем году. В селе Акостал завершен капитальный ремонт центральной площади. Завершено строительство футбольного поля в населенном пункте Туман. В парке Жастар в селе Акостал завершены работы по установке игрового оборудования и ремонту игровых площадок. Строящийся спортивный комплекс в селе Жанбай планируется ввести в эксплуатацию в текущем году. В прошлом году в районном центре Акостал были построены новые малоархитектурные объекты. Казах-Еле, Жастар-Саябагы, Ардагир-Лер-Алеесы. В районе разработана сметная документация по 35 проектам, направленным на дальнейшее развитие населенных пунктов. Проходит экспертизу документации по пяти проектам, в числе которых детский сад на 80 мест в селе Нарын, дом культуры на 300 мест в селе Исатай, внутрепоселковая дорога в селе Хамета-Ергалива, система видеонаблюдения и светофоры в селе Акостал и строительство скотомогильника в семи селах. Кроме того, разрабатываются восемь проектов. Инженерно-коммуникационная инфраструктура двух жилых трехэтажных домов на 60 квартир в селе Акостал, строительство электросети в четырех селах, строительство газопровода в селе Нарын и водопровода в двух селах. В рамках проекта с дипломом в село в прошлом году три специалиста получили бюджетные кредиты на приобретение жилья, 14 специалистов получили подъемные средства. В рамках программы Жасл-Ель трудоустроены 100 человек из числа молодежи, а всего в прошлом году обеспечены трудовой занятостью 1805 человек. Впереди предстоят конкретные цели и задачи. Будут завершены работы по проведению инфраструктуры в селах, работы по капитальному ремонту внутрипоселковых дорог населенных пунктов Тущу-Кудок и Сатай-Жан-Бай-Нарын, по капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог протяженностью 16 километров, которые охватывают 31 улицу в селе Акостал. Запланировано проведение на должном уровне юбилейных дат 30-летия независимости страны, 230-летия Исатая Таймана Лэй и 160-летия Дины Нурпиисовой. Впереди много планов, а как они будут реализованы, покажет время.